Доброго времени суток, дамы и господа! Не секрет, что компания Blizzard уделила особое внимание профессиям в дополнении Dragonflight. Я думаю, нам тоже на YouTube-канале стоит уделить немножко этому внимания. В этом видео расскажу об украшениях, а в ближайшее время хочу сделать более масштабный видосик. И чтобы этот масштабный видосик не был там минут на 10-15, а был минуток на 5-7, я думаю, стоит об отдельной части крафтов, а именно об украшениях, рассказать именно здесь и сейчас. Собственно, что у нас вообще получается? Крафты делаются с помощью искры искусности, искры искусности нужно расходовать с умом, и, само собой, некоторые вещицы можно сделать в виде украшений. Разберем, что такое украшения, как вообще их просматривать, для чего они нужны, сколько их можно надевать и полезны ли они в целом. Уникальный использующийся предмет — украшение 2. Таким образом, можно понять то, что вещей с украшениями можно надеть всего лишь 2 штучки. Украшение — это особый баф, который либо предопределен на вещице, то есть он является неизменяемым. Как мы уже скрафтили эту вещицу с эффектом, такой эффект на ней и будет. Пример тому — нестабильный пояс ледяного огня, аркан стихий. На этих вещицах уже заранее имеются различные бафы, довольно-таки сильные. И это является украшением. Можно надеть только 2 крафтовые вещицы, которые имеют в себе украшения. Но при этом крафтовых вещей можно надеть хоть сколько угодно абсолютно. Всё только упирается в искры искусности. И если же мы рассмотрим вкладку украшений, а именно добавление украшений в какой-нибудь эпический, например, пояс, то да, можно выбрать различные украшения. Например, подкладка из синего шёлка. Например, магазин исцеляющих дротиков. Например, шипы на доспехе. Например, замедлитель усвоения зелий. Например, мешочек алхимических приправ. Что довольно-таки уникально, мешочек алхимических приправ не является украшением, но добавляется в украшение, что вносит ему некоторую уникальность. Также, если, например, рассмотреть оружие, то у оружия есть ещё одно дополнительное украшение под названием «Тугие бронзовые ленты». Также в тот момент, когда мы просматривали абсолютно все украшения, то можно увидеть плюс к уровню предмета. Чем ниже плюс к уровню предмета, тем лучше. Потому что чем выше цифра на уровне предмета, тем больше мастерства нужно влить тому человеку, который крафтит, для того, чтобы вещица была нормального ранга. Таким образом, чем лучше украшение, трёхранговое, например, тем это лучше для крафта. Тем больше шанс того, что выкрафтится вещица нормального ранга. То есть качество 3 звезды, 2 звезды на украшение — это вообще замечательно. Усвоив всю ту информацию, которая была высказана ранее, мы прекрасно знаем о том, что вещиц с надписью «Украшение» может быть всего лишь 2 штучки на персонажа. Но что делать, если вдруг, например, появилась третья вещица, которая является сильнее? Мы же не хотим снимать крафтченную 418-ю вещицу. Мы можем просто удалить украшение, которое у нас имеется, с помощью полироля. Универсальный полироль Жуля. Язык сломать просто можно. Этот итем покупается у вендора. Можно также его купить на ауке, как и любое другое украшение. И таким образом мы, как я правильно понимаю, просто с помощью полироли снимаем украшение с вещицы. Ну и спокойно можем её носить. Она не будет иметь приписку «Украшение». Она будет самой обычной вещицей. Как-то так. Всё абсолютно высказал, но если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их в комментариях. Как заключение, как итог, скажу то, что украшения важны, украшения полезны. Нужно знать, какие украшения полезны на ваш класс. Нужно пообщаться с людьми, которые играют на вашем классе, на вашей специализации. И я уверен, они подскажут вам, что крафтить, куда крафтить, с каким украшением, какое украшение вам нужно, какое является вообще необходимым. А на какие украшения можно просто-напросто забить. Как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!